Прогресс в понимании клеточных и молекулярных механизмов иммунитета позволила разработать методы лечения рака, задействующие иммунную систему. Это направление называется иммуно-онкологией. Здоровая иммунная система распознает опухолевые клетки и запускает противоопухолевый иммунный ответ, который осуществляется активированными Т-клетками и приводит к уничтожению клеток опухоли. Однако опухолевые клетки могут влиять на противоопухолевый иммунный ответ, подавляя активирующие и усиливая ингибирующие сигналы. Этот процесс запускает антигены, выделяемые опухолевыми клетками. Иммунная система способна распознавать опухолевые антигены и формировать иммунный ответ для уничтожения клеток опухоли. Однако в некоторых случаях опухоль способна избегать распознавания и уничтожения иммунной системы. Процесс формирования и развития опухоли и ее взаимодействия с иммунной системой состоит из трех этапов. Элиминация, равновесие, уклонение. Фаза элиминация. В этой фазе иммунная система обнаруживает опухоль и уничтожает ее. Активированные Т-лимфоциты играют основную роль в уничтожении клеток опухоли посредством выработки различных цитокинов. Зрелые Б-лимфоциты выделяют антитела, которые нейтрализуют или помечают опухолевые клетки для их последующего разрушения. Фаза равновесия. Во время этой фазы некоторые опухолевые клетки сохраняются. Однако иммунная система продолжает эффективно работать и предотвращает рост опухоли. Фаза уклонения. В этой фазе некоторые опухолевые клетки приобретают способность избегать иммунного ответа посредством нарушения регуляции противоопухолевого ответа. Избегая иммунного ответа, клетки опухоли начинают размножаться, что приводит к клиническим проявлениям заболевания. В формировании Т-клеточного иммунитета принимают участие множество рецепторов на поверхности иммунных клеток. В норме опухолевый антиген распознается и передается неактивным Т-клеткам через рецепторы главного комплекса гистосовместимости на поверхности антиген-презентирующих клеток. Взаимодействие Т-клеточного рецептора с рецептором антиген-презентирующей клетки при передаче опухолевого антигена очень специфично, но недостаточно для активации и пролиферации клона антиген-специфических цитотоксических Т-лимфоцитов. Необходим дополнительный сигнал костимуляция, который происходит при взаимодействии рецептора CD28 на поверхности Т-клеток и рецептора B7 на поверхности антиген-презентирующей клетки. Однако во время активации Т-клеток происходит повышенная экспрессия рецепторов CTLA-4, которые связываясь с рецептором B7 на поверхности Т-клеток вызывают подавление их активацией. Продолжающиеся научные исследования позволили разработать моноклональное антитело для CTLA-4 рецептора, которое связываясь с ним прекращает коингибирующий сигнал. Таким образом Т-лимфоцит получает необходимый костимулирующий сигнал, в результате чего происходит активация Т-лимфоцита. Активированный Т-лимфоцит, попадая в кровоток, достигает опухоли, где он взаимодействует с антигеном на поверхности опухолевых клеток и с помощью цитокинов разрушает опухолевую клетку. В то же время опухоль, научившись уклоняться от иммунного контроля, может экспрессировать на поверхности рецепторов PD-L1 или PD-L2, которые связываются с присутствующим на поверхности Т-лимфоцита рецептором PD-1. Взаимодействие этих рецепторов приводит к инактивации Т-лимфоцита. Разработанное моноклональное антитело против рецептора PD-1, которое блокирует данный рецептор, не дает возможности опухолевой клетке передать ингибирующий сигнал Т-лимфоциту. И он начинает процесс разрушения опухолевых клеток посредством выработки цитокина. Данный механизм иммунного контроля является универсальным и не зависит от вида опухоли. Накопленные данные клинических исследований показывают эффективность использования анти-CTЛА4 и анти-PD-1 антител, а также их комбинации при различных видах опухоли, которые превосходят эффективность существующих стандартных химиотерапевтических препаратов и обеспечивают увеличение продолжительности жизни пациентов даже на запущенных стадиях онкологических заболеваний. Цель компании Bristol Myers Squibb – дальнейший прогресс активно развивающейся области иммуно-онкологии. Продолжение следует... Продолжение следует...